Ребят, есть один букмекер, который поднимает СНГ Киберспорт. ГГБ спонсирует Нави Авангард. Ссылочку на этот сайт вы найдете в комментариях, в закрепе. Перейдите, поддержите канал, а мы начинаем. Я очень люблю, что они играют пид больше. Посмотрите на хп, Раптик в моменте. О, там он! Фейд просто получил трипл нэйд! Это абсолютно невероятно! И фантастично, в то же время. Есть шанс, конечно, и ощущение, что его смотрит с оброза. И нет, все-таки не смотрит, судя по всему. Сразу же разворот от Warzone Friends. Он увидел, он увидел игрока. Да как? Сколько же импакта Кирилл вносит? Он просто как тень какая-то летает по карте. Его никто нигде не ждет. В итоге, посмотри, перетягивается подвал. А Бумыч считает этот момент. Вардала забрать! Бомбу выбивает! Кирилл еще принимает! Четыре! Это эйс практически для Бумыча! Да ладно! Остается последний андроид красный. Да как это сделал сейчас? Это просто нечто! Не торопится вылетать. Ой, ну все. Сюда вся Team Russia уже пришла. В итоге выход на убой. Команда из Канады. Ну, после сделанного фрага нужно было лететь сразу же. Хорошим. Ой-ой-ой-ой-ой! Да посмотри, что Бумыч делает! Он просто не чувствует вообще канадцев! Режет! Так два молика просто закинуть на внутренне внешней части. Никто этого уже не делает. Я много раз об этом говорил. И как же... Ну как это работает? Вас раз за разом здесь Бумыч хоронит, а вы просто на ноге на него выходите, как будто его там нет. Это жесть! Просто я не знаю как это еще назвать. Бумыч еще не успевает продамажить Зика. Флешки полетели в сотку. Выйти не удается. Ты посмотри, ему вообще не имеет значения. Дым там, не дым. Что за вайки летят? Кирилл опять в соло разваливает пол команды. Он идет через Зик. Здесь где-то Калашик может лежать и должен лежать. А нет, здесь МАК-10. Так что и забрать-то по сути для Скуби нечего. Можно уйти в сайт там. Стоп, а у него есть киты. У него есть киты. Сможет ли Кензи его забрать? Кензи знает, где находится соперник. Остается 3 секунды дефуза. Кензи топить. Смог, да куда же ты стреляешь? О-о-о-о! О-о-о! 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 О-о-о-о! Зачем? О-о-о-о! Я так и знал, что сейчас так и будет. Вот серьезно. Ну, взял нож, ну в конце концов, ну резонит. Попытка выйти с ямы. Брон снова на сэндвич. И если его не прочекают, это... Это... Это огромная проблема. Это проблема! Серьезнейшая проблема в этом раунде. Ужалели молотов туда и все. И в итоге, конец, судя по всему, сборной России на выступлении на этом турнире в Китае. Один. Пять. Остался Си с авиком сэндвич. Только на него. Первый забрал на верхнизе противника. Ну ладно, заметил. Забрать того не удалось. 16-12. Финатик побеждает со счетом 2-0. И тяжело. Тяжело такое укрепление проходить. Ведь игрок еще на хэвене. Хорошие хэдшоты. Ну и похоже, все-таки раунд залетит. Хотя... Кеннис. Ой-ой-ой. Это триплкил и четверочку можно забрать. Но шакса забирает Кеннис. Один остается. Смоком отгораживается от игрока на машине. Забрать бомбу. Там красный остался сэвэдж после этой перестрелки. Интересно. У Кенниса P250. Поэтому по безарморному сэвэджу можно будет очень быстро отработать на дистанции. Можно с ботлом стреляться. Но бомба пока Кеннис не ставит. Он понимает, что возможно его будут пушить. Открывается на хайвэй. Есть еще один фраг. Это уже квадрокилл. Кеннис, что же ты делаешь? Дали один на один против Ботл. Ботл в принципе должен плюс-минус читаться. Клач или кик. Кеннис начекал, по-моему, игрока на хайвэй. И теперь его опыт здесь, наверное, должен сыграть свою роль. Кеннис просто уверенно идет пушить. Есть пара попаданий. Но пока не летальные. Кеннис отходит. Будет играть непредсказуемо. Будет открываться на широких стрейфах. Запрыгивает за нью-бокс. Там киты есть ли вообще у игрока китайской команды Ботл. 25 хп идет пушить. И Кеннис эйс на пистолетном раунде уничтожает команду Panda Gaming в соло. Но у него есть гранаты. Флешки можно откинуть на джангл. И как раз попробовать пройти за искру. Посмотрим, что будет. Какой неприятный крипсон. Открым за. В итоге Юги все равно с ним разбирается. Один в два. Но красный остается. Качанин. Ефлешка. Двух сторон. Одна Юги пока не открывается. Есть один. Один остается против Твиста. И здесь промаха Твиста равняется смерть. Да. Но должны были сказать, что красный Юги. Там же Кримс попал ему в голову. И Юги все-таки тащит этот раунд. Браво, Юги. Это квадрокилл от этого игрока. Очень грамотно сейчас Граби откидывается. Еще и смог под себя ложится. Еще забирает Эксу. Как же отлично отыгрывает этот поляк. В итоге Эмми импульс остается вдвоем. Падает Эмми. Эмпульс разменивает. При этом забирает еще больших песка Граби. Прочитает на отсадке Фурлана. Он ждет. Ждет. О, ебой! Что ты творишь, это квадро? Какой мув от него. Просто невероятный. Игрокам. Ну пошел двигаться Кейпер. Слышал противника за нефтью. И знает, что второй находится в зигзаге. Кейпер сейчас может сделать этот раунд. Тайминг. Тайминг. Слышал второго. Понимаю, где оба находятся. Правда, контроль здесь Кейпера. Первого увидел. Второго тоже. И это фейк. Он знает об этом. Как же все хорошо складывается для Кейпера. Это про... О, летний! О, летний! Что ты поставил сейчас? Как он прочитал этот момент? Все грамотно делал игрок команды Огон. Но летний спасает этот раунд. Неплохо в этом ретейхе для МИБР. За исключением того, что нечем прокидывать соперника. Но это не проблема с USP. Ферр сносит голову Бабла. Можно садиться на дефус и просто прикрывать игрока на бомбе. Виктор. Есть хэдшот. Второй также выдает. Возможно даже третий. Виктор! О, темки-мовики от Виктора. Пока есть Виктор у Виндига. Они могут на него рассчитывать. Посмотрим затем, как гранатами распорядятся MIBR. Поизон с АВП ждет выпада от Фелпса. Фелпс падает. Далее 1 на 1. Брдм Коузера также выигрывает Поизон. И в меньшинстве остается MIBR. Очень непростая задача. Теперь выйти на точку П, постараться... О, вот этот тимки был абсолютно не нужен. Но Ферр один против двоих. Поизон разогрелся, дорогие друзья. Все, ему все равно, по кому стрелять. Он только видит цель, и туда уже наводится прицел. Ферр, но он очень долго будет добегать до этой точки. Поизон открывается под Колда. Но не дает этот фраг. Важнейший момент, что Колд сейчас до последнего живет. Минус фон. По Колду есть информация. Колдзера сейчас в этом смоке просто мишень для своих соперников. Погибает. Но Ферр готов выигрывать этот раунд. Он обходит. Первого забрал. Второго забрал. И остается 1 на 1. И так же забирает Поизона. Как же четко Колдзера жил все это время для того, чтобы Ферр подошел в спину. Ты понимаешь, насколько это круто? Колдзера начинает действовать в зигзага. Правда, Смоук от Фолана прилетает под Колдзера для того, чтобы его выход здесь был неожиданностью. Колдзера постепенно открывается. Но выйдя в Смоук, он встретит сопротивление двух, а то и трех игроков. Фолан дает минус Ферр также один, но остается только Фолан. Это 16-13. Там буквально секунды Колдзера не хватило, чтобы увидеть игрока на воде. Он спрятал свою голову просто за доли секунды того, как он открылся. 16-13. Майбер вылетает с этого турнира. Это шок. Виндиго в полуфинале. Ну вот теперь уже есть контакт на шарте. По итогу минус по Кримзу. В два в три ситуация. Дживи с своим МАК седьмым пытается выйти на точку А. Его убивают. Два в два. Фнатик. Не делайте этого. Они убивают грубо. Остается только один Шперр. Шперр со снайперской винтовкой. Его давят с двух сторон. Будет очень тяжело выходить на контакты. Он идет с АВП. Он идет с АВП. И настреливает. Бролан не смог убить его. Гзист. С Калашом бомба ставится. Гзист успеет ли по таймингам бомба ставится в закрытую. И теперь есть шанс у Шперра выиграть этот нереальный раунд для команды EGO. Раздавить Фнатик. Гзист должен брать данный раунд. Поскольку он понимает где находится Шперра. А Шперра в свою очередь не знает где находится Гзист. Ситуация один в один. Нет. Он не смог EGO 15-0. Фнатик что с лицом. Как же это круто. Просто это невозможно. Последний раунд это просто вот и все. Я не знаю как это объяснить. Все что нужно дождаться всех тиммейтов и в большинстве постараться выбить данную бомбу уже. Поскольку сейчас лежат смоки и в соло не нужно действовать. Команде Огош. Они и делают. Ну и вот в этот раз GO все делают хорошо на ретейке. И подходит с нескольких направлений. Твиста убили. Шперра в ответ забирается. Джей Вин. Ну наконец-то хорошие минусы с Юспика. За атаку. Но тут остался только один Гзист. Это 16-0. Это сумасшествие какое-то. Ну там Кейпер Шперра работает. Фурлан также ставит хэдшон. Как же сейчас отлично отстреливаю всех игроков. У нас Фнатик. Остается один живи. Дверь закрыли. Там можно садиться. Он и дифьюз открыл. А тут столько ФБРов. Как справиться с ним? Он ставит первую голову, вторую голову. Да убейте его. В конце-то концов он берет нож. Он режет живи еще. И господи. Какой кошмар. Пошел заход на точка. Тут еще есть Лаки. Пошел пикаться с машиной. Один блокер. И это возможно была ошибкой. Лаки все-таки справляется на Апленте. Пойзан на размене. Ситуация по итогу 2 в 2. Но Шипс может сейчас словить спины игроков команды G2. Но сейчас зря топнул. Начинает стреляться. И он погибает. Один в два Пойзан. Очень тяжело сейчас будет Пойзан. Хотя вроде бы у Боуди нет армора. И его нашить будет очень просто. Пытается с Юспиком трофейным. Ставит первую голову по Джексу. Идет дальше перестреливаться с машиной. Но Боуди уходит закрыто. Нужно ставить бомбу. Времени конечно очень много. Но он пытается выманить элементарно игрока защиты. Из под машины. И он в упоре уже пытается установку сделать. И как же жестко ставит этот минус. Близости нет. Но вот сейчас Баббл очень много информации. Собирает открытие от Сипса. Три хатшота под флешку. Как же это круто. Он пошел даже дальше. Накалил Джекса. И это приносит суммарно 10 раунд команде Виндига. Вот это наглость. Три в три. Ситуация. Бомбу пока нельзя поставить. Позин уходит в банк. Ждет тиммейтов. Тиммейтов пришли с хелпы. Убивает Виктора. В живых остается еще Блокер. Дает размен по Джексу. Два в два. И бомба по-прежнему не поставлена. Остается в живых только один Боди. На нем вся надежда команды G2. Как же тяжело ему с Аугом будет здесь проходить. Гранат не осталось. И это 16-7. Победа Виндига. Победа в рамках этого Best of 3. Поздравляем Виндига с выходом в финал. Такого мало вообще кто ожидал. И а гол против Виндига. Кто бы мог подумать. Не производится в полную силу. Есть уже минус от поезда. Должен продолжать свой стрел. Но Смоук не дает ему этого делать. Тут очень важный момент. Что нельзя терять девайсов. Очень много ребятам. Из-за гол на этом ретейке. Но погибают уже два игрока. Здесь Виктор. Работают две головы. Неужели это будет раунд от Виктора. Какой кишнар. Это сейчас просто квадрокилл от Виктора. Как он это сделал. 4-0 становится счет. И гол проигрывает. Ретейк 5 в 2. И тут все видно. Как же жестко. Тут Шипс залетел. У нас Шипс забирает двоих. Троих. И четвертого Виктор. Боже. Какая флешка. Какие минус 3 от Шипса. И остается только Фурлан. Какое начало от Виндиго. Да. И это то о чем мы говорили. Стрельба у Виндиго на уровне. Сложно такой ретейк произвести вдвоем. Гранат уже практически не остается. Но киты есть. Виктор падает. Блокер 1 в 4. Пытается выиграть перестрелку. Но Смоук. Грубый. Разбирается и с ним. Давай трипл килл за раунд. 16-14. Виктор пока отмораживается на своей позиции. Красного Шпера должен забрать. Шпера падает. 3 в 3. Но у Виктора нет никакой хилпы. Тиммейты далеко. И вот с ямы начинает действовать. Постепенно тиммейт. И Виктор уже дает 3 фрага. Пытается этапами работать по HR. Но слишком мало времени. Бомба лежит. Как же для нее добраться? Как же забрать Виктора? Пока все это остается для него недостижимой задачей. Первого забрал второго. Чуть-чуть не хватило. Квадрокил от Виктора. Виктор тоже его увидел на радаре. Поэтому дал инфу своему тиммейту. Сейчас нужно пройти бомбы. Погибает Виктор на размене. Откроется по-любому. Здесь блокер сыграл очень жестко в этом раунде. Он не побоялся открыться. Знал, что по нему информации нет сейчас у Грубы. Ждет флешки. И далее выход от Кейпера. Есть фраг. Второй также мог бы дать. Но погибает и он, и Шпера. И также ответочка от Грубы где-то прилетела. Сдегла Грубы забирает уже двоих. И только лишь Виктор остается. Первого забрал. Он знает, где находится фурман. Он точно знает. PHR. Хотя вот после этой флешки возможно и понял. Есть хатшот. И 1 на 1 против PHR. А у того только ЦЗ. Это опытнейший Виктор. Он такие раунды, как орешки может щелкать. И мы это видим. Сейчас нужно главное забайтить на бомбу. Вопрос только в том, получится или нет. Можно ставить до конца. PHR идет на масте. Уже прыгает. Чекает. Чекает. И Виктор дает фраг или нет. Да, он тащит этот раун. Бомба лежит. И Познен сейчас за ней пошел. 30 секунд. Пошел уже во всю ретейк. Еще до установки бомбы. Баббл есть минус. Далее выходит на еще один фраг. Есть еще фраг от Баббла. И PHR остается 1 в 2. Но Баббл, посмотри его позиция. Просто не оставляет шансов вообще никаких. Баббл. Трипл килл. В итоге квадро. Фурлон байтит на себя. Кэпер откроется. Кэпер открывается. Находит фраг. И тут же нужно отмораживаться смоком. Ситуация 2 в 2. Но минута времени. Слишком много времени. Как же проштрафили. Здесь Кэпер. Он остается красный. 22 хп. Нужно поддержку тиммейта. Пойзон с АВП. Находит фраг по Кэперу. Один остается. Грубый. И это раунд. Возможно раунд для Виндига. И они побеждают в Эсге. 2018-2019. Сегодня их день. Сегодня их турнир. И это было видно с самого начала. Это было видно с начала плей-оффа. Когда они не почувствовали вообще практически. Майбер. Да, была равная борьба. Но последняя карта 16-8 там на DASI 2. И сейчас они Виндига гейминг чемпионы ВС 2018-2019. Мои поздравления. Майбер. 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 Майбер.